Коля мне говорил, вот, Оля, пожинимся и будем гречечку кушать. Ну, то есть мы будем очень скромно жить. Готовил. Я думаю, да, на гречке не проживешь. Если что-то где-то пытаться зарабатывать больше, все-таки нужно тогда уйти, не трудиться в монастыре. А это все-таки в моем случае, вот конкретно в моем, это вот прям связь с Богом. Я вижу, это путь своего спасения. Все детство, юность, все прожила вот в этом, ну, каком-то безденежье. Ну, в общем-то, кушала гречку, в общем, и мне не хотелось и в семейной жизни ее тоже кушать. Ну, хотелось бы что-нибудь разнообразить. Я, получается, себе тут предлагаю. Знакомьтесь, Коля и Оля Староженко, прихожане Святой или Советинского монастыря. В браке пять лет, воспитывают дочку. Коля за семью традиционную, хотел бы видеть супругу в заботах о доме и детях. Оля считает это идеалом из прошлого и не находит возможности для его воплощения сегодня. Вышла на работу, зарабатывает наравне с мужем. Ну, здрасте, здрасте. Прошу. С этой семьи мы начинаем серию выпусков о современных православных семьях, о их радостях и их проблемах. В гости в семью приходит священный служитель. Приходит, чтобы поддержать, примирить, чтобы в сложный момент быть рядом. Потому что семья – это очень важно. Целый час мы все делали. По-другому было. Я на них не приехала. Я это передам. Спасибо большое. Спасибо. Вот жена должна быть замужем, должна служить мужу, должна уступать, должна быть кроткой, смиренной и так далее. Это и постирать, и приготовить, и детей там собрать, и муж пришел с работы, и вообще его на диван положить, чтобы он отдохнул. Ну, как? Книга, конечно, «Домастро» очень хорошая, но я к ней критично отношусь. Вот именно, что у меня и назревает такой внутренний конфликт с этим. А с чем ты не согласна? Ну, я все-таки за… Первое, за любовь, да? И второе, ну, здесь вот как-то рассматривается все-таки женщина не с такой, не со стороны вот как личности, да, а со стороны все-таки больше прислужить. Прислужить. Продолжение своего мужа. Да, женщина продолжение своего мужа. Более того, у Оли есть более такое четкое определение на этот счет. Учительница английского языка, она говорит «multifunctional machine», то есть многофункциональная машина. Постирать, приготовить. И, в общем-то, это меня не устраивает. Все-таки в женщине тоже есть свой образ, да, если говорить таким духовным языком, но не личность, а свой образ. И этот образ, в общем-то, хотелось бы тоже как-то показать его. И а не показывать его мне сложно дается, вот. Быть замужем его в тени мне тоже сложно дается. Мне хотелось бы, чтобы на меня посмотрели, вот. Когда мы еще встречались с Колей, Коля мне говорил, «Вот, Оля, пожинимся и будем гречечку кушать». Что это значит? Ну, то есть мы будем очень скромно жить. Готовил? Я думаю, да, на гречке не проживешь. Надо, ну, что-то я, вот, не очень-то мне хочется на гречечке. И авокадо хочется скушать, и креветки. Вот, так, а что для этого нужно? Ну, наверное, мне надо все-таки, ну, самой где-нибудь найти денежку. Вот. И, в общем-то, на этом понятно, что я так для себя решила опять, не обговорив, конечно, с Колей. Вот. Но решила, ну, значит, надо, буду вот работать. Вот. А у Коли было вот все-таки другое видение. И от этого, ну, наше несогласие, я на Колю давила «зарабатывай больше», а Коля немножко на меня, ну, смиряйся с тем, что я тебе даю. Ну, в общем-то, и он прав. Ну, наверное, и я в какой-то степени права. Сейчас скажу. Вот. Жены мироносицы. Праздник. Мы уже что-то пробовали сказать, особо ничего не получилось. Болая сестра, какая у вас, что у вас, какая боль у вас на сердце в связи с этим праздником? Наши дорогие и любимые жены мироносицы. Наша боль заключается в том, что в православном нашем обществе женщинам, к сожалению, уделяется мало внимания и уважения. Все мы идем за Иисусом Христом, за мужьями. Вот. Ну, и что бы вы в этот праздник, в ваш праздник, что бы вы всем православным мужчинам посоветовали бы? Ну, будьте внимательны. Любите своих женщин, любите своих девушек, любите своих дочерей. Уделяйте им внимание, балуйте, балуйте их. И совмещайте молитву и любовь. Это очень важно. Нельзя в фанатес, нельзя вдаваться в какие-то крайности. В Домострое нет такого варианта, который бы описывал жизнь супругов, когда супруга получила высшее образование, или получила красный диплом, или съездила за границу, говорит на иностранном языке. Но он не учитывает этих обстоятельств. То есть есть много моментов в современной жизни, которые Домострой, написанные тогда, не учитывает. Для того времени. Не учитывает документ своего времени и практика. И получается, что, ну, может быть, это является причиной некоторых недоразумений. Может быть, если глубже смотреть, и эти недоразумения пропадут. Но вот мне кажется, что Евангелие, оно намного универсальнее. Оно не цепляется за какие-то отдельные моменты. Не противоречит то, что у тебя высшее образование. Абсолютно не противоречит то, что ты работаешь в школе учителем. Абсолютно не противоречит, даже если ты больше мужа зарабатываешь. Но это не противоречит Евангелию. И ты можешь так же, как и в 15-16 веке, так и в 21-м, стремиться жить по Евангелию. Как ты считаешь? Или есть все-таки моменты, которые тебя даже вот в Евангелии тоже заставляют задуматься вообще, возможно ли это в моей ситуации? В Евангелии есть, ну, одна такая очень хорошая особенность. Там все строится на любви. Все на любви. Ну, ты это назвала на первом месте, правильно? Вот когда ты отвечала на вопрос, ты сказала, что на первом месте вот. Ну, да. И, в общем-то, эта любовь, она вот как бы покрывает все. И, возможно, почему возникают такие конфликты? Потому что, ну, мы еще не взрастили вот эту вот такую евангельскую любовь друг в друге. Она не рождается вот при первой встрече и не через три года, и не через пять, и не в момент венчания. А это что-то, что строится всю жизнь, да? И каждый год немножко инвестируется в это. Ну, да, главное не сойти. Каждый момент. Но, тем не менее, есть же какие-то у нас такие традиции, да, внутри церкви. Жены за мужем, ну, в целом, да? А приди пообщать с одноклассниками или просто с людьми, которые в храм не ходят, у них совершенно другие. У них свобода, равноправие там вместе, все. И вот здесь какое-то есть такое, надо что-то принять, да? И вот здесь вот у нас еще тоже такой вот есть момент. Мы вообще вот это вот, а какая мы семья, Оля? Коля и Оля познакомились при Святой Елисоветинском монастыре. Ольга, сестра милосердия, вместе с родной сестрой посещала особенных людей в специнтернате. Коля, сотрудник монастыря, влюбился в Ольгу с первого взгляда. В тот момент, когда увидел, с каким бесстрашием и заботой Ольга ухаживала за тяжелобольными. Предложение Коля сделал через два года. И весьма оригинально. На могиле белорусской святой, блаженной Валентины Минской, и спросив у нее благословения. Оля, учитель английского в школе. Коля, юрист, трудится при монастыре. Сегодня в семье сложность с распределением ролей. Коля даже не столько традиция, мне кажется. Это сущность вообще нашей веры. Можно, конечно, воспринимать это как традицию, да? Что в нашем славянском, восточно-славянском обществе вот такая вот традиция. А мы же все-таки православные христиане, которые хотя бы раз в неделю причащаемся, касаемся вечности. И для нас, ну, мы по-другому, наверное, на эти вещи смотрим. Мы смотрим на то, что Бог дает выбор каждому человеку, да? И ты можешь дать тоже выбор, Оля. Оля, хочешь быть впереди? Пожалуйста. Хочешь, ну, я буду все делать по дому. Так это вроде бы неправильно. Нет, ну, ты мог бы, так сказать, вложить такой выбор, да? Ведь Господь, он же тоже человек. Ну, в общем-то, да. Не настаивай ты тоже точно. Но он человеку через какие-то моменты указывает на то, что это не совсем тот путь, да? Оля попробует, скажет, слушай, Коля, через неделю. Мне что-то, ну, вот, ну, не очень комфортно. А вдруг скажет, понравилось, все, так и будет. Мне-то нравится получать в десять раз больше, чем ты, ну, зарплаты, да? Мне нравится, что ты вот Василису все там поднимаешь и кормишь ее, и в садик водишь. А я хочу быть женщиной. Я хочу быть слабой. А я хочу, чтобы я стояла за тобой. Я смотрю, что-то у меня появляются какие-то нотки, ну, совсем не то, что вообще, к чему я стремилась всю свою жизнь. Это все, конечно, здорово, когда я встречаюсь со своими однокурсницами и сказать, где я и на каком я месте, и что я вообще достигла. Но когда я переступаю порог храма, что-то мне как-то... Мне хочется, чтобы ты шел впереди. Мне хочется, чтобы, ну, вот... Я недавно столкнулся. Ни в коем случае не в осуждении ситуации, что вот папа рассказывает, что... Действительно, жена намного больше зарабатывает, и поэтому он не работает. Он только вот ленчатся с детьми, возит их на кружки, там, школы, школы. И это, может быть, ну, такая ситуация, может быть, она тоже допустима. Мир по этому поводу или... Я надеюсь, но мне вот, ну, как бы, вот, если я бы задумался, мне бы было не очень комфортно. Я бы... Я так подумал, что Оле, может быть, тоже станет не совсем комфортно вот в такой несвойственной, как мы говорили, нашей традиции бытия. Да, для этого мира ты будешь на высоте, но для вечности это как будто бы ты куда-то в сторону пошел. Да, ты куда-то далеко очень зашел, но в сторону, может быть, даже в противоположную. Почему так происходит? Я бы, ну, как, я бы очень хотела быть за Колей, да. И, в общем-то, я, ну, согласись, я пытаюсь, иногда, конечно, подхрамываю, идти все-таки за тобой, да. Вот, но бывают моменты, когда, ну, мне кажется, что мне нужно, по крайней мере, не то, что вперед выйти, никогда не хотела выходить, а просто идти с тобой наравне. Вот, ну, такие бывают, ну, там, например, в финансовом плане. Ну, мне хотелось бы больше того, что ты, ну, мне предлагаешь. А кто тебе на балеты, каляки-маляки возит больше? Папа или мама? Папа. Угу. А в садик отводит? Кто больше? Кто за папа? А забирает? Кто за папа? Ага. А с кем ты больше любишь спать, с папой или с мамой? С мамой. От папы убегает все время. А в садике скучаешь по кому больше? По папе или маме? По маме. По мамочке, конечно. Мне очень жаль ее, что большинство своего времени она проводит в садике, а не вместе со мной или с Колей. Вот. И понятно, что я меньше в нее могу вложить каждый день. Мы только бываем в ней, ну, два-три часа, а проводим время вместе. Вообще, ну, вообще нормально, что женщина дома с детьми так, наверное, полмира так живет, пол нашей планеты. Вот. Но, и ты, Оля, наверное, вот видишь ли ты себя так полностью домохозяйкой, растворившейся в муже, в детях? Тебе самой, наверное, тяжело было? Нет, нет, я, безусловно, не вижу. Мне, отец Олег, все равно непонятно, почему это все-таки у православного общества все-таки это критикуется. Потому что, ну, я на критике стою у большинства из моих знакомых в общении о том, что, ну, я могу наравне... Это, наверное, ошибка общества нашего православного. Это наш недостаток. Мы же не считаем, что мы без недостатков. Ведь в Евангелии же написано, кто ест, не осуждает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. Когда у старца спросили, так вакцинироваться или нет, он сказал, те, кто вакцинируется, не осуждайте, те, кто не вакцинируется. А те, кто не вакцинируется, не осуждайте. То есть, ну, очень понятно, как бы, это, ну, не самое лучшее, что ты, как бы, открыла, обнажила момент нашего православного общества. Мы не должны этим заниматься. Человек переступает порог храма, мы не должны смотреть, в какой он юбке переступил или на каких каблуках. Мы, наверное, должны как-то глубже смотреть. То есть, не должно вообще никого волновать, какие у тебя... Может быть, на сегодняшнем этапе у тебя есть задача защитить диссертацию и стать не просто учителем, а профессором. Вот, ну, у тебя такая стоит задача, и это часть твоего пути спасения. А Коля может поддержать тебя. Вот он может сказать, что, Оля, я тебя поддерживаю. Я вот, ну, у меня тоже были какие-то, может быть, амбиции, но вот я считаю, что это будет здорово. Давай. Я понимаю, что тебе придется очень много трудиться, и где-то мне придется больше проводить время с дочерью нашей, но я думаю, что я ничего не потеряю. Ну, вот тоже ж по-разному можно, да, отреагировать. Ну, согласна. Поэтому это все как-то так вот, как-то православные традиции, да, и современное общество, и это все как совмещается, оно каким-то образом совмещается, но все равно все от человека, наверное, зависит. Говорит друг с другом, правда? Да, согласна. Один из первых пунктов ты сказала, что есть любовь, и один из важных пунктов – это вот если в семье. Нам нужно говорить с друг с другом, правда? Да. Вот садиться, можно пригласить кого-нибудь в гости, и вместе обсудить. Можно вдвоем сесть и обсудить, и, ну, какую-то стратегию наметить, да, на будущее, которая будет включать и ребенка, и еще одного ребенка, и еще одного, и то, и то, и то, ну, вот как бы все учесть и спланировать вместе, не навязывая что-то друг другу, а давай возможность высказаться. Одно дело, что Коля тебе скажет, Оля, делай так, и все. А другое дело, он у тебя просто сядет рядом и будет слушать, и он возьмет тебя за руку, и просто будет тебя слушать, 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 и ты просто сама придешь к этому слову и скажешь, Коля, да что это я вообще, вот я буду делать так, и, Коля, именно так, я тебя поддерживаю в этом. Мне почему-то чувствуется, что копеечка – это такое прикрытие. В действительности вот у нее все-таки есть внутри какие-то потенциал, где-то, может быть, такое слово, может, не совсем правильно, амбиции, но я не считаю, что она, Оля, амбициозна, но у нее есть потенциал здоровой амбиции реализоваться. Вот она же училась, она же там практику проходила, у нее уже такие навыки, столько на послушание с самыми тяжелыми людьми несла. Почему она не может в обществе внести свой вклад как учитель? Почему она не может успеть вот в это мгновение этой жизни, которая очень быстро пролетает, и потом наступает вечность, успеть оставить след, вот можно оставить след в виде детей, да, вот оставить след, а можно оставить след в виде тех знаний, благодарных учеников, да, вот оставить след, и он, может быть, не меньше будет, чем дети, чем потомство, которое осталось. Вот Оля потянулась, как бы она всем говорит, что у нас тут надо копеечку управлять, до действительности она вот просто хочет быть учителем, хоть немножко, но хоть чуть-чуть, вот, и, конечно, она будет не успевать и там, и там, и там, и где-то, может быть, нужно сесть и договориться, и предложить, и Коля предложит, давай, Оля, я буду отвечать за стирку, и это будет на одну задачу меньше тебя. Отдай халлу, доча! Ну это не смешно! Отдай халлу, Василиса, нельзя кушать халлу. Ну, доча, нельзя кушать халлу, это не шутки. Не шутки! Нет? Нет! Дай халлу, дай точник. Ну, положи, папа, молодец. Молодец, отдала халлу! Все, 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 все. Может быть, в какой-то момент ты почувствуешь, что тебе достаточно вообще четверть ставки иметь, и это вот как раз то, что позволяет тебе реализовать свою, ну, как бы вот, свой потенциал, и в то же время больше успевать по семье. То есть не обязательно полторы ставки брать, как бы, и потом действительно разрываться. Конечно, тебя будут ценить, тебя будут носить на руках, и говорить, что давай, давай еще, возьми еще вот в этом лице часы. А ты скажешь, я могу, но у меня есть другие приоритеты. Вот для меня приоритет, вот семья, это мой главный приоритет, это мой путь спасения, а это мой дополнительный. И вот четверть, вот, допустим, там, восемь часов, это то, что я могу уделить на преподавание. Больше не могу уделить, к сожалению. Мне надо готовиться еще к этому дому, там, тетрадки проверять. Ну, это идеальный вот для меня вариант в этом плане. Возьми четверть ставки. Я пока не могу. Почему? Коля, ты тоже не должен спекулировать, да? Мне надо еще одну платье купить. Ты же, ты тоже не должен... Правда, мне же надо не одну просворку, а десять купить. Понимаешь, послушай, ты одно слово скажешь, тут же Оля скажет про платье, и оно, как бы, начнет закручиваться. А твоя задача не воспользоваться, ага, вот, бабушка же сказала четверть ставки, вот, давай, послушайся. А наоборот, как бы, подержать Оля. Ну, давай, давай, я тебя разгружу. Давай, ты попробуй, ну, давай, вот, что я еще могу сделать? Чего еще, вот, что ты мне еще можешь доверить? А вот рискни, попробуй, вот, разгрузить и дать ей возможность на какое-то хотя бы время почувствовать себя вот такой, ну, что ли, освобожденный от каких-то хлопот. Мне очень близка позиция Коли, вот, в нашей семье. Тоже, как бы, вопрос такой, что я бы не наста... Ну, как бы, я бы хотел, чтобы Катя, может быть, матушка Екатерина меньше, часов брала, а как бы, вот, ну, а с другой стороны, я стараюсь тоже где-то, ну, думать о том, что ей хочется, например, вот реализовать какие-то свои таланты, и я задумываюсь, как я могу ее поддержать в этом? А как я, а что я могу на себя взять? Какие задачи? В общем, договариваться. А если говорить про, про такой вопрос заработка вообще, да, вот, как, сколько бы хотелось, и сколько у нас реально есть, я тут, и вот, что я так, ну, так, утрировав шутку, конечно, вот, про то, что говорил про то, что гречку будем есть. Я вообще, когда пришел трудиться в монастырь, я изначально как-то понимал, что это такое место, где ты, ну, во-первых, как-то сильно больших заработков иметь не будешь, но ты просто как-то и нелогично, вот, а с другой стороны, все равно, ты как-то больше должен отдавать. Раз уж Оля приняла то, что я тружусь в монастыре, вот, то, и, наверное, ну, правильно, и как-то красиво, красиво именно будет принять то, что мы не сможем зарабатывать много. И мало тоже, я считаю, мы не зарабатываем, но, тем не менее, ну, да, не столько, сколько там в идеале хотелось бы. Ну, собственно, это же, и эта часть нашего вообще какого-то, ну, вот, что-то для Бога сделать, понимаешь, вот. И здесь, ну, вот, если бы мы это вдвоем понимали и вместе к этому шли, было бы очень здорово. Так мы с тобой вдвоем это понимаем. Ну? Ну, и, в общем-то, я же не пилю тебя. Вот поэтому я тихонечко начала зарабатывать, ну, какую-то копеечку. И это мне просто все очень нелегко дается, вести там семейный быт, да, и работать, ну, на износ для меня. Василиса посещает, ну, пока минимум два кружка. Это кружок рисования, каляки-маляки и балет. И, в общем-то, ее нужно каждый раз, это находится не рядом здесь, ее нужно возить на общественном транспорте. Вот. И это такая большая сложность. В общем-то, это такая одна из основных сейчас сложностей для нас. Вот эта вот вся логистика так, во сколько нужно приехать, ее забрать, быстро привезти так, во сколько транспорт идет так, ее нужно покормить, а потом обратно. Вот. И, в общем-то, мне вот, ну, реально не хватает машины. Вот. И я уже много раз говорила об этом. Ну, так, сначала. Ну, один раз в резкой форме, а теперь вот в такой шуточной намекаю на то, что мне бы очень хотелось. Но с нашими финансами мы, к сожалению, ну, как-то так, не можем себе это позволить. И вот хотелось бы, мне почему-то кажется, что это немного бы, ну, упростило нашу жизнь. Потому что она и так, ну, так и нелегкая. Ну, смотри. Так это у нас один ребенок. Я считаю тоже, мы говорили, ну, можем, в общем-то, себе позволить машину, но тогда два года нужно, ну, реально, вот там, я не знаю, там на всем экономить. Готовы ли мы к этому? Где-то там после службы не в кафе кофе попить и там себе там котлетки купить, а дома. Почему? Потому что там мы там сколько, 10-20 рублей сэкономим. Еще где-то там-то оп-хоп-хоп-хоп-хоп за два года бы накопили. Готовы ли мы, настолько мы ли мы хотим вот эту самую машину, чтобы два года в себе действительно очень во многом отказывать. Все возможно, я считаю, если это очень так вот задаться. Но и то, и другое вместе, да, не очень получится. Тут еще вопрос такой, мне кажется, больше в... Еще в каких-то таком... В самоощущении, Оль. Я вот, например, по этому поводу не... Ну, как? Ну, не переживай, это уж точно. Думаю про это там, что-то там как-то в голове там разные варианты. Но как-то меня это не травмировать ситуацию. А мне кажется, просто тебя она как-то травмирует, что мы как-то, как получается, вроде как и не совсем полноценная семья. По сравнению с другими, которые там тот-то-то-то-то-то-то. Вот тут, мне кажется, вот ключик здесь. Ну, просто я сама такой человек, я жила в провинции. Не из Минска. Плюс, так как мы считались многодетной семьей, настроя было. И родители-врачи еще тогда, когда мы родились, это, ну, финансы... Ну, мы были, в общем-то, мы считались очень бедной семьей. И я все детство в этом жила. И юность, и университет. Просто есть у каждого человека, есть какой-то, ну, кредит доверия к другому. Да? Вот то же самое у девушки к парню. И у Оли, наверное, да, из-за вот таких семейных, детских каких-то таких травм, он очень-очень маленький. В общем, я выросла в семье врачей. Вот, они у меня врачи, мама и папа. Но отец у меня человек выпивающий. Вот. И его часто не было дома. С самого детства, помню вот страх, что идет пьяный. И что что-то будет плохое. Вот. И это с самого детства моего. А потом отец ушел из семьи, когда вы уже были? Когда мы уже взрослые были, да, отец ушел из семьи. На первом курсе они такие уже и взрослые. Ну да, но почему-то для нас это была такая травма, хотя было очень сложно с ним. И если бы он ушел раньше, мам, или мама ушла, то, мне кажется, мы были бы более гармоничны, не видя вот этого всего. Вот. А когда отец ушел, понятно, что это было тоже для нас предательство. Почему-то. Вот. Потому что отец ушел и от мамы, и от нас, и не помогал нам. Так или иначе, когда я открыла Бога, понятно, у меня немножко приоритеты сместились. Но если бы я не открыла Бога, то у меня конкретная была бы цель. Это зарабатывание денег. Ну, потому что я все детство, юность, вот, ну, все прожила вот в этом, ну, каком-то безденежье. Ну, в общем-то, кушала гречку. В общем, и мне не хотелось, и в семейной жизни ее тоже кушать. Ну, хотелось бы что-нибудь. А я, получается, тебе тут предлагаю. Да. И, конечно, сразу получается такой конфликт, что ли. Ну, да. То есть только ты от этого хотела уходить, а тут, хоп, тебя к этому же и приводит. Ну, понятно, что Бог как-то все равно переориентировал меня. Ну, это же сложно отказаться, как отец Андрей старший говорит, от ветхого человека внутри. Так или иначе, он больше в тебе. Вот, поэтому внутренний у меня диссонанс в этом тоже есть. И поэтому вот такой вопрос у меня стоит. Но я это все в какое-то духовное русло перевожу. Потому что если что-то где-то пытаться зарабатывать больше, все-таки нужно тогда уйти, не трудиться в монастыре. А это все-таки в моем случае, вот конкретно в моем, это вот прям связь с Богом. Это вот, я вижу, это путь своего спасения. Вот, ну, раз так вот Господь меня привел трудиться. И тут у меня сразу этот вопрос, не просто готов ли я больше времени тратить для того, чтобы моя Оля чувствовала себя там как-то... Тут такой конфликт. С одной стороны, угодить Оле, а с другой стороны, какой-то свой, ну, какой-то индивидуальный такой завет с Богом, что ли, разрушить. И вот для меня это всегда вот так вот очень, ну, болезненно. Вот, я боюсь, что если буду стараться угодить в этом Оле, то я связь с Богом потеряю. И что-то вот разрушится. Я думаю, что лучше, что мы это как-то все-таки, ну, преодолеем. Монастырь – это такой островок вечности во временном мире. Мы там живем на буднях, о детях, потому что беспокоимся, копеичку какую же зарабатываю, домашние дела. Ну, а все это на самом деле такое временное. А вот сюда по воскресеньям приезжаешь, и такой блок вечности получаешь. Люди исповедуют свои крики, другие искусства, Евангелие читаются. Это так вот как-то смысл жизни придает. Вот, так что для меня монастырь – это островок вечности и во временном мире. А для тебя вот это что? Ну, для меня это… Я так высоко не смотрю на этот вопрос. Для меня монастырь – это как вторая семья. Если первая семья – это мой очень родной дом, мама, папа, брат, сестра, то монастырь – это моя вторая семья, которая находится здесь, в Минске, и, в общем-то, через которую я познала Бога. Вот, то есть благодаря монастырю стала, ну, такой, какая я есть сейчас. Вот, которая думает, помнит, вспоминает, молится Богу. Вот, надеется на Него и верит в Него. Поэтому это моя семья, вот, которую я очень люблю, поддерживаю, вот, и всегда буду рядом, что бы ни происходило. Ну, и я, если честно, тоже не готова правильно Коля говорить, поэтому я никогда не настаиваю по поводу изменения, там, работы, вот, потому что, ну, я понимаю, что, ну, вот это, я понимаю, что такое нашей семье, это что только мой нужно, и это его, я реализуюсь как женщина, вот, и как специалист, да, и, а ему-то вообще, в первую очередь, как мужчине нужно реализовываться, и вот он эту реализацию еще и в Боге тоже нашел. В общем-то, это, ну, хорошо. Поэтому я одной половинкой своей, я понимаю, что так, в общем-то, наверное, нужно, ну, а вторая половина бывает сопротивляется, да. Может быть, завтра совсем по-другому посмотрим на эту проблему. Я просто, ну, когда стал священником, даже благодаря тому, что есть исповедь, да, и люди очень много делятся, и ты видишь вообще, сколько людей абсолютно обеспеченных, которые могут, ну, любую машину купить. Вот, хочешь, Оля, Мерседес, любой, самый последний, хочешь Теслу, любую, но они настолько несчастны. Вот очень много примеров, очень много примеров к тому, что справится ли человек, справится ли семья с вдруг открытыми возможностями. Я искренне верю, что Бог слышит вам малейшее общежелание. Вот, ты не успела даже подумать, уже как бы стоит, и ключи вот висят от автомобиля. Ну, просто, может быть, Бог медлит в каких-то ситуациях до какого-то вот благоприятного момента, когда это действительно вот, действительно так сложится ситуация жизненная, что по-другому, допустим, у вас будет пять детей, да, и вот всех по-другому не развезешь на автобусе, троллейбусе. Ну, нужно будет мини-вэн какой-то, да. И в то же время, может быть, это не первостепенно, вот намного, намного дороже то, что вы можете друг друга взять за руку, да. Есть много семей, где муж, жену не может вот взять и погладить по руке. Вот вообще такого нет. А Коля может и обнять себя, и какие-то ласковые слова тебе сказать. И купишь ты это за, ну, как бы променяешь ты это на автомобиль или нет. Тоже вот, ну, как бы, то есть, ну, очень неоднозначно. И мне кажется, что вот в другой семье ты не расскажешь так, не поделишься так. А вот в нашей семье это можно друг с другом поделиться и сказать, что действительно, ну, как-то по-другому. Вот в нашей традиции, в нашей вере как-то все по-другому. И даже какие-то взгляды, такого нет в других семьях, то, что есть у вас, понимаете. Ну, возможно. Вот поэтому мы, наверное, со своими противоречиями, мы вместе. Коля отвечает за какую-то такую духовную составляющую. Я стимулятор. Ну, не финансов, не сама зарабатываю, а, в общем-то, Коле помогаю понять, что семье нужно делать. Это можно, да. День, делить. Вот. Ну, и вот, в общем-то, так. Ну, я считаю, пока немного гармонично, но к этому, чтобы совсем было гармонично. Как ты, отец Олег, сказал, что надо все-таки не пять лет вместе прожить, а больше. Ну, вот тоже благодаря священству, когда вот исповедь, и много-много людей проходит, и вдруг подходит, допустим, сестра, а за ней брат, и это ее муж. И для тебя это вообще как глоток какого-то свежего здоровья. И ты уже готов этого мужчину обнять, и ты говоришь, какие вы счастливые, вы вместе в храме, на литургии, вы сейчас причаститесь, Господи. Ну, после того вот всего, что ты услышал, думаешь, Боже, какие… Он говорит, что у них там сложности какие-то, там еще что-то, а ты говоришь, Боже, какие вы счастливые, вы же вместе пришли в храм. И бывает наоборот даже, одна сестричка вот исповедуется, исповедуется, вот у нее такой вопрос, она не спрашивает, можно ли причаститься или нет, она спрашивает, вот как я все-таки, стать деканом или не стать деканом, там, вот, ну, как бы такой вопрос, я говорю. Так вы причаститесь, ой, я не готовилась, мне вот как бы, я просто, я просто случайно приехал, муж уговорил. Я говорю, как, вас муж уговорил поехать в храм? Говорит, ну да, вот. Я подумал, ну ничего себе, какой у вас муж уговорил супругу все-таки пойти с ним на литургию, да? Ну, лично я так вижу силу мужчин, когда они действительно ходят в церковь, они действительно такая сила и опора. Но если этот мужчина, ну, как-то так все правильно понимает в плане ценностей и семейных, и... Ну, может, это все применить в конкретной ситуации, правильно? Потому что... Ну да, потому что есть же у нас многие верующие, которые, мужчины, да, которые очень-очень верующие, но тем не менее, как бы, к семье... Ну, не получается просто у них это все как-то, да? Ну, и совместить и с семьей, и как-то, получается, в ущерб, получается, он как бы, как верующий в ущерб семье, да? Вот, и это, ну, тоже, мне кажется... Ты это подмечаешь и ранят себя такие моменты, да? Да, да, все-таки мужчина-стержень, когда он действительно верит в Иисуса Христа, и можно за ним пойти, если он как-то так все это... И верит, и может, и о семье позаботиться. Да, 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 все это совмещается, потому что есть... Ну, согласитесь, отец Олег, такие как бы... То есть большее, можно больше сказать. И мужчины, и женщины, которые как-то вот максимализм этот, и все остальные их вообще не волнуют. И дети там, и жена, ну, ты же должна как бы смиряться, я что-то верующая, я хожу в церковь, мне все, мне надо на Афон на месяц и точка. Понравилось тебе в парке сегодня? Что больше тебе понравилось, аттракцион или мороженое? Хорошо. Какой аттракцион? Какой? Какой аттракцион? Ну, мне в этом плане повезло с Колей, то есть он мне во всем помогал, то есть он из первого дня научился и памперсы менять, и купать Василису, вот. И ночью, ну, он вставал, если у нее там были колики, животик, то есть болел, ну, я там часик похожу, потом, а, ну, а Коля два-три часа ходил, то есть в этом плане, ну, мне реально повезло. Вот, то есть я даже вот не помню, что, что мне было как-то сложно, очень хорошо дружим, то есть мы можем поделиться друг с другом такими мыслями своими, ну, которые не все супруги могут рассказать друг другу, вот. И, в общем-то, лично я это очень ценю, и если бы, возможно, был со мной другой человек, который бы был более категоричен, более, что ли, тверд в своих мнениях, намерениях, в жизненных позициях, то мне бы было с ним очень сложно, вот. Вот, для того, чтобы мне, например, купить какую-нибудь одну из красивых платьиц, вот, он без всякого труда откажется от того, чтобы купить себе что-то. То есть, вот, например, он долгое время не покупает себе вещи только для того, чтобы у меня и у Василисы были платьица красивые, ну, или блузочки. Вот, я просто хотела подчеркнуть, что Коля, он не то, что там категоричен, вот, смиряйся с тем, что я тебе могу дать. Нет, Коля все-таки не теряет связь с Богом, он трудится по совести, вот, но в то же время и старается там для меня и для Василисы дать нам больше, чем он может. И поэтому, ну, я рада, что Коля рядом со мной, что он дает мне тепло, заботу, где-то, мягкость, которой мне не всегда хватает в, ну, в моем характере. Слушайте, почаще приходите к нам с камерой. Я столько могу узнать. Вот, и, в общем-то, это такая составляющая, такая большая, вот, это какое-то такое взаимопонимание, вот. Спасибо, Коля. Коля, ты даже не представляешь, как бы, Оля делает, может быть, какое-то усилие, чтобы сказать какие-то слова, но намного больше, это то, что это, ну, это просто бесценная инвестиция, вот, не скупиться на добрые слова, на благодарность. Очень важно благодарить друг друга. Это такой инструмент, который позволяет, ну, выкарабкаться из разных ситуаций. Один из моих друзей сербских прислал информацию о эксперименте, который был сделан в 60-е или 70-е в Америке. Назывался «Вселенная-25», то есть создали идеальные условия для мышек. В бассейне, там, 2 на 2 метра, там, куча полочек разных, еда, все, все, что, ну, вот, идеально для существования, и запустили, там, три пары, например. Они начинают усиленно размножаться, ну, быстрее, чем обычно. Безусловно, да? Ну, просто идеальные условия, свет светит, тепло, еда, кругом все. То есть первые, как бы, поколения просто расширяются в полтора раза быстрее, чем обычно популяция. Но в каком-то этапе, через, там, допустим, 5-е или 6-е поколение начинаются какие-то, ну, непонятные проблемы. Вроде как бы все есть, вдруг старые нападают на младших, начинают их, там, подгрызать, там, то ухо какое-то оборвано, то хвост, ну, как бы, поврежденный. То есть они за этим всем следят. Непонятно, как бы, да? Потом стали замечать мышек, которые вот находят какое-то свое место на полочке, и все, и больше ничего не интересует. Они уже не создают семью. Они просто вот занимаются только что, едят, спят и за собой ухаживают. И они как бы давали клички всем этим мышкам. Потом нашли ситуации, когда, ну, вот, какие-то однополые отношения. Вдруг такого никогда не было, а вот они проявляются, да? И все заканчивается тем, что рождаемость падает до нуля, и просто вот эта цивилизация мышек заканчивается. И этот эксперимент повторяли 25 раз. И один и тот же результат. Что они только не делали, отселяли там что-то, делали, никак не могли, ну, вот, решить эту проблему. И я подумал, стал задумываться чаще именно о том, что, к чему может привести, ну, комфорт и достаток, когда все есть, и все хорошо, и ни о чем не надо заботиться, и появляется какая-то агрессия почему-то у людей, появляются какие-то ненормальные отношения, семья почему-то разрушается. То есть будущего вот как-то нету для таких мышек. А с точки зрения науки, немножко вот я занимался биофизикой, и в этой области разрабатывал алгоритмы для оптимизации сложных моделей биомолекулярных. И эти алгоритмы, они назывались эволюционные или генетические, они были построены по принципам генетики. Называется колония муравьев, ant colony алгоритмы. Когда алгоритм, он работает по принципу муравья. Вот муравьи бегают, приносят какие-то палочки, листики, и в итоге вот что-то такое растет. Отдельно взять муравья он из себя ничего не представляет. И иногда он глупо какие-то действия делает, несет листик за несколько сотен метров, когда рядышком точно такой же лежит. На пчелок посмотреть, что вот одна пчела из себя ничего не представляет, а взять семью. И вот это ученые стали использовать. И в генетическом алгоритме, когда этим занимался, я вот увидел, насколько важно, так называемое биоразнообразие или генетический материал. Если генетический материал объединяется, то твой алгоритм загибается. Он никогда не принесет решения. То есть обязательно нужно поддерживать разнообразие. Так и в жизни, вот если бы мы все были одинаковыми людьми, и цивилизация постановилась сто процентов. А поскольку мы вот разные, если нам использовать это разнообразие, мы можем очень далеко развиваться. А если мы не будем его использовать, а будем замечать только какой-то негатив в этом, то мы можем действительно потерять. Катюша, например, вот она творческий человек, вот она иконописец. Я какие-то вопросы именно там интерьера какого-то, вот ей полностью доверяю. Я больше технически, Катя, не наставит какой нам компьютер или какой автомобиль или еще что-то техническое. Она как бы тоже доверяет. Ну какого цвета это важно, автомобиль. Для меня только цвета и важно. Ну, не принципиально на самом деле. Но просто я могу охарактеризовать автомобиль только по цвету. Ну вот, Катюше, важно цвет стен, например. Вот это важно, да? Или там сочетание каких-то элементов в комнате важно? Для меня важно, чтобы не было там каких-то нагромождений, чтобы я такой минималист, а отец Олег был для него. Важно, чтобы ничего не пропало, чтобы ничто не исчезло там даром, все как-то, чтобы всего было много. Я чувствую, что пока получается, что вот у нас много нагромождений из-за меня. И вначале Катюша боролась, она все аккуратненько раскладывала по полочкам. Но просто я уже настолько нагромоздил, что уже все полочки, все забито. И все равно все столы, книжки какие-то там, что-то всего, компьютеры какие-то, ноутбуки. И уже и полочек нет. Надо расширяться как-то. Вот, я очень благодарен, Катюша, что ты прощаешь и пока. Я постоянно обещаю, что и себе, и ей, что мы обязательно вот еще чуть-чуть, и все мы разгрузимся, и все у нас будет, раздадим. Ну, наверное, поэтому мы вместе, чтобы урегулировать какие-то друг друга. Ну, вот, наверное, брак, вот он смысл, обогатить друг друга и создать что-то более совершенное. Ну, а что ты скажешь, Коля, вот, по встрече? Я скажу то, что мне вот из нашего сегодняшнего разговора как-то так вот больше всего в душу легло. Это вот слова отца Олега о, ну, вот, евангельской свободе. Мне как-то так это так понравилось. Ну, вот, именно свобода, она настоящая свобода и полностью может раскрыться именно через Евангелие. Вот в евангельской свободе. И все это как применимо к отношению мужа и жены. Действительно, очень мы разные, мы это говорили. Очень много разных таких вот ситуаций. И все не измеришь. Если так, то так. Если эдак, то эдак. А вот будьте в свободе, в евангельской свободе. И обязательно, значит, будете в любви. Если будете в любви, так в любви все можно преодолеть. Ну, вот как-то вот мне вот это вот из сегодняшней нашей встречи. Ну, я могу, возможно, уточнить. Ну, больше на моем языке ты у нас ответственная за духовное составляющее. А я больше такая приземленная. Ну, лично с моей точки зрения, да, это евангельская любовь. Но это моими словами, как я это понимаю, это просто, ну, при помощи, ну, с помощью Бога, да, узнавать себя и своего супруга или супругу. И вот через это узнавание ты как-то становишься ближе и к Богу, и друг к другу. Вот. И, ну, не бояться, а все-таки идти и узнавать. Вот. То есть это такая взаимная. Потому что бывают такие моменты, когда кто-то узнает только самого себя. Тогда это растет эгоизм в семье. А если кто-то узнает больше своего супруга, чем себя, тогда это какое-то такое, ну, потакание, что ли, своему супругу. И поэтому это какая-то такая взаимная связь и себя, и другого узнавать, понимать. Вот. И тогда, в общем-то, ну, какая-то гармония наступает. Ну, не знаю, понятно это или нет. Вполне. Ну, потому что мне не очень понятно вот это евангельское, понимаешь. А в том-то и дело, что все, 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 все. Не понятно, что это на каком-то языке не разбежишь. Ну, Евангелие, ну, это как? Это означает, я шоколадку съела и тебе дала, или как? Не знаю. Если в этом есть любовь, значит так. Если в этом нет любви, значит не так. Ну, если я съела шоколадку, и тебе не дала, ну, как-то, в общем-то, я не дала. А Коля подумала, что какая умничка, Оля. Она чувствует, что мне эта шоколадка на вред пойдет. Я вот чувствую, она почувствовала. И сама все съела. Сама все съела. Вот его, вот эта мысль евангельская, да, то есть, у него даже не промелькнула, как она могла со мной даже кусочками, у нее мысль промелькнула, что вот как Господь устраивает мудро. Когда нужно, Оля делится. Когда мне не полезно, она не делится. Вот эта мысль такая позитивная, да, то есть, очень важно оправдать человека, даже если он что-то, на первый взгляд, не совсем так делает, да. Ну да, но это высший пилотаж. Чтобы так это все, тебе пришло, это так. Я тебе скажу, что тебе повезло. Вот Коля способен на пилотаж. Важно замечать этот пилотаж. Время, времени. Важно замечать пилотаж друг к другу, и тогда, ну, ты будешь чаще благодарить Бога. Ты скажешь, о, Боже, слава тебе, что у меня такой муж, что у меня такая жена. Ну, замечать просто нужно. Мы часто не замечаем. Как не замечаем действия Бога в своей жизни, так и не замечаем действия друг друга в своей жизни позитивное. Ну, а я, чтобы вот подчеркнула из этой беседы, потому что часто в этой суете, в общем-то, ты забываешь о том, что над тобой и над твоей семьей стоит Бог. Я лично очень забываю про это. А сегодня, ну, вот через вас вы напомнили, ну, лично мне об этом, что над всем все-таки Бог стоит, и как это прекрасно все-таки. Мы выбрались сюда, на Брестскую трассу и поклонились мощам Матушки Валентины, той святой, которая помогает нашей семье, на мощах которой мы были сразу после свадьбы и которой молимся. Молимся о том, что Божье благословение было с нами. Для нас это большая радость и праздник. Да, Василиса? Да. Кому ты приехала? Божье благословение было с нами. Субтитры создавал DimaTorzok